Всем привет! Меня зовут Елена Прохладная, и вы на канале Англия моими глазами. Сегодня делаю свое видео у себя в спальне, потому что Колин работает сейчас на кухне. И о кухне я вам расскажу во второй части своего видео, потому что та вторая часть будет не такая оптимистичная, как то, что я сейчас хочу вам рассказать. А рассказать я вам хочу одну небольшую историю, которая мне было приятно очень услышать, а уж Колину как было приятно. Начну все по порядку. Пару дней назад Колин поехал на работу на... То ли это была пищевая промышленность, а то ли фармацевтическая. В общем, там нужно было при входе, ему выдали такую, знаете, шапочку, вот как есть шапочки для душа, да, только это была такая голубенькая, мелкую такую сеточку, очень мелкую. Значит, шапочку на голову, халат ему дали, ну, белый. И в таком вот виде он замечательный прошел в цех, встретился там с главным инженером, и вот они идут, разговаривают по цеху, где, я так предполагаю, конвейер, тогда сидят девушки, девушки работают. И вот он говорит, я смотрю, одна девушка посмотрела на меня, потом подошла к другой девушке, они что-то там обсудили, и вместе подошли, говорит, ко мне и спрашивают, Колин, это ты? Говорит, ну, по акценту, как они спросили, он говорит, я сразу понял, что тут что-то не то. Но оказывается, эти две девушки, они мои подписчицы, Марина и Ирина. По-моему, вот второе имя, это Ирина, потому что они обе написали свои имена на листочке бумаги. Они сказали, что они мои подписчицы, и что смотрят мои видео, и вот как раз его узнали. Они сделали фотографию, написали ему свои имена на листе бумаги. Поэтому, девчонки, вам привет. Очень рада я вас была видеть на вашей фотографии, посмотреть, как вы выглядите, замечательные, симпатичные. Уж Колин, как был рад, вы не представляете. Он с таким удовольствием рассказывал мне эту историю, он не выдержал до дома, да, он позвонил мне из автомобиля по дороге домой и стал вот это всё рассказывать. И вот чувствуется по голосу, насколько он доволен, насколько ему это было приятно. Он рассказал эту историю не только мне, он рассказал её и своей сестре, и своему родному брату. Вот, в общем, всем, кому возможно, он рассказал эту историю. О том, что вот его узнали на предприятии, и как ему это было приятно. Девчонки, спасибо вам огромное, и надеюсь, может быть, когда-нибудь мы с вами тоже увидимся. Что касается нашего ремонта, девушки, вы знаете, даже вот говорить не хочу. Это настолько, настолько, ну, я не могу сказать, что это грустно, но неприятно. Да, будем говорить так, что это очень неприятно. Компании, к которым мы обратились, я, конечно, просмотрела все их фотографии, да. Мы съездили в шоу-рум, поговорили с боссом. Затем я посмотрела все отклики, все отзывы, какие они получили, да. В общем, всё хорошо. Я не буду сейчас озвучивать название этой компании, я озвучу его позже. В общем, мы поговорили с боссом, босс нам обещал, говорит, да, всё, сделаем вам срок. Почему мы её выбрали? У нас был, в принципе, у нас выбор был. Мы выбрали её потому, что босс нас уверил, что за август месяц они всё нам сделают. На самом деле, конь не валялся. Гарнитур поставили, столешницу, стали ставить на гарнитур. Поставили неправильно, зафиксировали неправильно. Колин не принял эту работу. Приезжал босс в эту историю, знаете, да. Затем история произошла вчера или позавчера с полом. Так, вот показываю, какие у нас новости. Нам залили пол. Вчера приходил один товарищ и вот залил цементом. Смотрите, всё вот это вот. Потому что, вы знаете, у нас была старая плитка, такая чёрного цвета. Мы её всё сняли, до бетона всё. И вот вчера пришёл, залил всё. Всё так ровненько, всё хорошо. Всё просто замечательно. Но остатки разведённого цемента взял и слил. Вот сюда, вот в наш такой вот, видите, водосток. Конечно, цемент тоже застыл. Всё у нас здесь забилось. Я пошла мыть посуду в туалет, да. Потому что у нас, вы знаете, раковины нет. Только в туалете маленькая. Пошла мыть туда посуду. Всё отсюда хлынуло. Вся вода. Всё полилось вот сюда, вот, вот сюда вот. И сегодня утром Колин надел наколенники. И всё. Взял такую, знаете, кувалду такую огромную, железную. Долбил там всё. Вот, вытаскивал, раздолбил вот эту вот массу, которая там затвердела. Вытащил её оттуда. В общем, всё это прочистил и привёл в порядок. Представляете? Ну, как может такой вот специалист не понимать этого? Даже я это понимаю. Даже я понимаю, что не надо туда, туда, в этот наш водосток выливать. Цемент. О, Боже. В общем, как-то так. Ещё одна была интересная ситуация с краном. С краном и сантехником. Когда молодой человек устанавливал нам гарнитур, столешницу, собирал там все двери и так далее, гарнитуру, да. Привёз он кран. Мы говорим, что это не тот кран, который мы заказывали, можно его поменять. Мы хотим вот тот, который мы хотим. Он забрал кран и уехал. Вчера приезжает сантехник для того, чтобы подключить все трубы вот к этому крану. И говорит, давайте кран. Мы говорим, у нас нет крана. Как нет? Ну, так, нет, ваш работник его забрал. Ну, в общем, сантехник уехал. Поехал в компанию и, видимо, там, ну, нажаловался, что он там сделал, я не знаю, в общем, переговорил. Босс звонит Колину, говорит, ты знаешь, ну, или там, вы знаете, сантехник такой расстроенный, вот он приехал, работы, значит, нет, короче, он напрасно съездил. Кольин говорит, постойте, я не расстроенный. Он говорит, вы мне обещали сделать ремонт за август месяц, сейчас уже первая половина сентября, а ВОЗ и ныне там. В общем, дела идут не так, как нам обещали, и, конечно, не так, как мы хотели. Вот, Колин расстроенный, естественно. Конечно, стараюсь его поддерживать и делать все возможное, чтобы он не так сильно расстраивался. Он мне вчера уже говорит, я сам подключу эти трубы, потому что он сам умеет делать все, да. Вот, но получается тогда, за что он платил деньги? Потому что мы отдали немалые деньги. Это раз. Во-вторых, он сказал, что я впервые не делаю ремонт сам в своем доме, впервые, да, потому что, ну, во-первых, ему некогда, во-вторых, уже возраст, и он делает все это медленно. Но он говорит, даже я сделал бы быстрее, чем вот эта вот вся бригада, которая приходила. И вот как-то, знаете, вот все это медленно продвигается. В неделе, которая прошла, да, сантехник приехал, ничего не сделал, потому что крана нет. И только в понедельник приходил работник, который установил мойку и уехал домой. Все, два часа. Вот вся неделя прошла просто вот, ну, никого не было вообще. Никого не было вообще, поэтому никто не работал, никому ничего не надо. Пока мы сейчас не вдвоем, но дело осложняется тем, что я уезжаю. Когда мы планировали ремонт, я думала, что, ну, как-то нас уверили, да, что они за август месяц все закончат, но на самом деле ничего не закончилось, поэтому я-то об этом не знала, и я взяла билет на 10 сентября. Думаю, ну, как раз вот 10 дней, как раз мы там все это подчистим, да, все установим, все сделаем. То есть я планировала вот так. На самом деле, видите, как получается, сейчас мы с мамой уедем, потому что я еду с мамой. Коль, он останется один вот в таком вот раздрае. Ничего там не сделано у нас, никаких вообще подвижек нет. Вот этот гарнитур, который они установили по периметру, буквой П, да, такой, в каждом отсеке, на каждой стене есть недочеты. Также недочеты на столешнице, также недочеты в нашем подсобном помещении, вот в нашей подсобке вот в этой, да, то есть вообще просто, 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 просто шок. Больше не хочу ничего говорить, не хочу углубляться в подробности. Вот, Коль разговаривал опять с боссом, босс опять уверял его, что на следующей неделе они все сделают, но что-то я очень сильно сомневаюсь. И даже Коль мне сказал, что, наверное, ремонт еще не закончится, когда ты приедешь. Ты уже вернешься назад, он, собственно, еще будет продолжаться. Ну, вот такие наши новости, и хорошие, и не очень приятные. Но, как вы говорите, если нанимать новых, то они будут точно такие же. Эти новые мастера будут точно такие же. Вот. Поэтому, наверное, все я вам рассказала. Всем до свидания, всем пока. Увидимся позже.